Ну это же, как они нам сказали, когда мы предъявили, что зачем же обрывать. Нам говорят, типа, у нас команда, мы все провода, которые идут, мы обрываем. Я понимаю, ну это что, отрезать нас от мира всего? Мы же не в каменном веке живем. Ну как-то надо подойти к этому. Ну вот мы были, Людмила Ивановна, еще один представитель, мэра города. Люда, кто нам сказал, присутствующий, их там человек 20, наверное, сидел, мэра города. Мы вам предоставляем место переселения, это на песках, вот эти модульные городки, городок этот, и там по комнатке. А куда мы денем мебель, у нас трехкомнатная, как мы вообще там будем жить, и как долго мы там будем жить. Кто сказал, что в гаражи, нанять гаражи и... А, наймите гаражи и свою мебель свезите где-нибудь, куда-нибудь, живите там. И самое главное у нас сейчас просто загвоздка, они просто сидят, гуляют, ну гуляют, делают вид, что они работают. Ну вот за ту неделю ничего не сделают. А название подрядчика можете озвучить, знаете? Вот там у нас на этом, на таблице будет, потому что мы не помним. А здесь еще три человека работают. На крыше три человека работают. И говорят, сложная крыше. А 4 дня, никто не рада, 6 июля было у нас собрание во дворе, было сказано, что нам должны чуть ли не в подъезде вывесить график выполняемых работ. Ничего этого не произошло, ничего не видим, ничего не знаем, грубо говоря. И когда я задаю вопрос, что конкретно будете делать, никто ничего не знает. Вот это приходит на экскурсию. Я говорю, пришли, посмотрели и ушли. Это комната. Это был туалет, это была кухня. Да, это все убрали, все и решается вопрос до сих пор. Приходят, посмотрели, ушли. Пришли, посмотрели и ушли. Это экскурсия. Что характерно, я говорю, это унитаз пострадает в процессе вот этого. Говорю, полы, полы, полы деспе, ну, с улицы заходить, ну, куда, она жила, как лапша, надо же раскиснуть и все. Желательно, чтобы здесь положили плитку на полу. А вот это я положила плитку, потому что сырость оттуда. И да, обои, этот, цару, мокрые. Мы не хотим купить квартиры. Это не нам хочется, это не нам обещали. Она у нас каждый год в отопительный сезон, порыви, порыв, без конца останавливают. И, конечно, в итоге все заглохло, никто тут даже не присутствует. Я, конечно, в отопительный сезон беда будет. То есть я за свои деньги сделал хороший вход вот здесь в квартиру, пластик уже, за свои деньги, жек не сделал. Теперь они мне говорят, не, будем вам проводить там оттуда, будем под полом через три, через эту вековую стену, через три пересенка, и одна у вас батарея, у нас по плану, она там, под окном, все. Все остальные, одно окно, окно, и батарея. Они только ломают, пока ничего они не создали, только все разломали. Мы поддерживали чистоту, мы делали сами ремонт себе, вот, ну, понимаете, вот так. А теперь пойдемте посмотрим, что сделали они. Пойдемте. Идите сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это вот, сделали вот эту комнату, представь. Иди туда дальше в окно, посмотрите, на пол, на пол, смотрите, на пол внизу. Я вам покажу сейчас, как нас завело, но это уже, уже подсыхает чуть-чуть. И вот это ее избишь, что они подбили. Куда бежит? Все, на диван, мне диван замочили, мне ковер замочило все. Это почему? Потому что там снято... Крыша, и не накроют. А мы же не знали, что начнутся дожди. Ну, время же идет к лету, понятно, дождей не должно быть. Вы же понимаете? И говорю, у меня течет, мы там все накрыли. Я говорю, у меня течет, мы спать не можем. Нет, мы там все накрыли. Тоже, три месяца, вот такой туалет. Это вот на 200 этаж. И плюс ходят все работы. Стойки начинают, поэтому я тут все знаю. А вы чуть-чуть, ну, что-то вчера выпивали? Ну, ну, слышно просто, как это называется, периал? Ну, я извиняю. Как ваше прежнение? Анатолий, Толя. Анатолий, а на какую фирму вы пройдете, а что вас наймало? Организация, которая занимается всеми стройками, прокуратуру, до этого делали городскую. Название организации вы не знаете? Я не знаю. А вы всегда на работу приходите? Вы, конечно, нет. Мы являемся генеральным подрядчиком по этому объекту. Расскажите, казалось, на сегодня ситуация из ремонта, на комобилитате? Значит, ремонт сейчас продвигается согласно графику утвержденного. Значит, мы выполняем сейчас работы согласно проектно-сметной документации. То есть, вот примерно в двух словах. А скажите, вот люди говорят, окна третий месяц не стоят. Это график или... Опять же, да. Мы двигаемся, мы работаем согласно утвержденного графика. Те окна, которые сейчас, видите, стоят, вы, если заметите, это проемы, которые усилились. Они делались в первую очередь, поэтому, соответственно... Мы пришли с там еще несколько проемов, которые без окон. Да. Сейчас просто дело в том, что окна, которые запроектированы здесь, они запроектированы согласно требованиям архитектуры города под аутентичный вид окон, который здесь был изначально. Соответственно, есть вопросы, которые связаны с техническим характером изготовления этих окон, которые, естественно, определенные задержки вносят в этот момент. Проектом предусмотрено было изначально отселение жильцов, полное отселение жильцов. То есть, подразумевалось, что из жильцов здесь быть не должно. Соответственно, технологический процесс, проект производства работ был составлен с учетом этих моментов. Отселение. Жильцы не захотели отселяться. То есть, я так понимаю, были какие-то попытки со стороны властей решить этот вопрос. Но вопрос не был решен. Было принято решение делать строительство с жильцами. Поэтому, так как жильцы захотели остаться, те сложности, которые возникают в процессе, они просто неизбежны. Просто неизбежны. Я так понимаю, это их решение терпеть эти сложности, так как они не отселились. В связи с этим, я не вижу другого варианта, как немножко еще потерпеть. Что касается кровли раскрытых, есть технологические моменты. Мне нужно раскрывать кровли для подачи материала и так далее. То есть, мы их, естественно, старались накрыть, чтобы минимизировать эти неудобства для жильцов. Но они в любом случае присутствуют, и это нужно понимать всем.